Я очень рад, что, несмотря на то, что все это делается от имени нашего хед-инструктора Академии Лусио Лакартера, я рад, что я приложил лапку к десакрализации черного пояса в России. Я мимо проходил, мопед не мой, только объяву кинул. О, да ладно, кто здесь? Заранее извиняюсь, сами знаете, перед кем. Ну, аттестация будут, будут люди, и не все же поясами хлестать. Я щелкнул холестом, и Степан, рефлектор, начал собирать хлопок, он говорит. Мы Купеляева промотнем, а Леха Сирков не будет стоять. Бассейн. Мы любим приксов. В принципе, могу тебя просто так все сейчас руку. Нет, просто так отмывету. Это нападение известного человека. Как мы будем выглядеть? В интернете. Кого вы хотите удивить нападением журналистов России? Ребята, всем привет, всех с Днем Победы, всех с праздниками, с весенними. Всех очень приятно видеть. Я, конечно, надеялся изо всех сил на наш бюджет государственный, который выбросил бы на ветер кучу денег и сделал бы солнышко при помощи йодистого серебра. Но, видимо, решили сэкономить. Кстати, пользуясь случаем, зная про изредка возникающие срачи в интернетах и пользуясь тем, что у нас представитель, основатель такой важной российской площадки, касающейся БЖ единоборств, здесь присутствует. Вот эти все срачи по поводу того, что Дима Селевахин кому-то дал пояс, а у него нет двухполосочек на черном или там еще кто-то, Стас с Погодиным открыли магазин «Черный поясок». Да нет, сочетается к тому, что всегда, когда кто-то из нас… Сочетается к тому, что нам похрен. Разумеется, нет, просто чтобы не смущались какие-то проценты нормальных людей такими вещами, все подобные мероприятия согласовываются с руководителями академии. В данном случае с Лусью Лагардо Родригесом, в случае, я уверен, Дима Селевахин с их профессором, который их курирует. Поэтому вот эти вот какие-то непонятные там сомнения или заявки, ну вообще можно адресовать прямо нам, чего там стесняться-то. А второе, они действительно все обоснованы, то есть все те люди, которым подтверждаются их уровни высокие, это все делается всегда с определенным согласованием с руководителем академии. Никогда это не происходит просто, а так я вот с утра проснулся сладенького там, позавтракал, думаю, а сейчас дай-ка я вот выйду и начну там раскидывать во все стороны сраные пояса. Как бы это, конечно, прекрасная идея может быть порой, но так это не работает. Поэтому здесь все это дело абсолютно легитимно, все проработано, и все люди, которые получают промоушены, в том числе до черных поясов, это все в каждом отдельном случае проработанные и согласованные вещи. Поэтому не нужно на этот счет смущаться или считать, что тут началось уже, началось тэквондо, да, у нас. Нет, не началось. Сразу хочу сказать, повториться я неоднократно это все время речь толкал, но просто хочется, чтобы у вас это как-то отложилось за крепеж. То есть мы в данном случае, там, для тех, кто сегодня будет промотирован на, там, высший пояс в джиу-джитсу, да, на черный пояс, вы, вас не награждают, вас, и вообще все, кто получает пояса вас не награждают. Вы этот уровень заслужили, ну, своим как-то приверженности этому единоборству, тяжелой работы в этой сфере. Многим, знаете, у многих на пути нередко там мысль, да, блин, я весь поломанный, там, в жизни проблемы, да я уйду, но вы не ушли. То есть это как раз то старое выражение, что черный пояс, black belt is a white belt who never quit, да, то есть это тот человек, который, белый пояс, который не бросил заниматься. То есть понятно, что есть дико талантливые люди, да, которые, там, быстро выстрелили, быстро добрались, там, какой-нибудь, там, какая-то эра до черного пояса. Есть люди обычные, я не знаю, ну, каждого своя дорожка, но, тем не менее, ну, тяжелая работа позволяет, так или иначе, уравнять шансы, как полковник Хольт, и в конечном счете оказаться на том уровне, который, может быть, раньше казался недостижимым. Вы получаете просто, мы подтверждаем это, мы не награждаем, мы не дарим, мы не одарили кого-то с барского плеча чем-либо, каким-либо поясом. Многим из вас будет казаться, нет, нет, я же не могу как лангакер бороться. Да вы, может, не сможете никак как лангакер бороться. Сука, 98% не может 99 людей бороться как лангакер. Не нужно измерять себя относительно звезд, которых там несколько дюжин, которые просто монстры, которые просто аутстейдинг вообще people. Вы, 99% любых поясов, включая черных, это обычные нормальные люди, которые просто пашут, и которые столько времени уделили этому, что они просто, ну, естественным образом доросли до этого ранга. Это Андрей. Это наш друг, благодаря которому многие оказались в этом виде спорта. Значит, это даже Стас оказался в этом виде спорта, благодаря Андрею. Скромно, тихо, но, ну, в конечном счете. Неправильно говоришь, когда я Гошу залеваю. Да, забыли Гошу. Когда Гошу залеваю, мы ушли из-за грэппинга. Оказались вот в госпорте. На самом деле, я рад, что здесь три черных пояса, которые мы начинали бы уже. С Стасом мы начинаем еще с грэппинга, потом Благополучем оттуда ушли. И потом пришел на Бауманскую к Криштиану. Первый... К Яну, не забывай. Ну ладно. Первый, на самом деле, человек, который меня задушил, он сейчас не помнит, это был Коля. Он меня задушил от ворот, у меня до сих пор. Помню, да, да, да. Да голова была вот такая, если бы помню от всех, кого задушил. Я даже не помню всех с кинописал. Первый раз рассказал. Хотя не все, есть многие уже давно черные пояса, с которыми мы начинали. Поэтому задерживать не буду, конвейер пояса хватит. Спасибо. Конвейер пояса. Спасибо. А куда-то пошел, да? Нельзя, да. Все, уже. Ладно. Настоящий самоотверженный ветеран нашего спорта. Реальный каток. Кто хочет проверить, может проверить. Так что... Дима, мы думали сделать пьянку, потому что привыкли давать тебе пояса на пьянках. Но, извини, не получилось немножко организационно. Прошу тебя сюда. Обратите внимание на этот чудесный поясочек. В каком он состоянии. Долго, Дмитрий. Долго. Карабкался. Скорее полз, наверное. Да. Но вскарабкался же, Дмитрий. Взял, что положено. Спасибо, особенно Михаилу. А почему Михаил? Я тут, я робот лагарда, на самом деле. Нет, Миш, это определенно тебе самое большое спасибо, поскольку ты привел меня в этот вид спорта. Но это было так давно, что я уже не помню. Может, это было так давно. Довел до логического завершения. Ну и всем остальным, конечно, тоже. Как что звучало? О, прощаемся. Открывает интернет-магазин «Черный поясок». И на этом как бы... Дима хороший пример того, знаете, как в выражении «мыши плакали, кололись, нажрали кактус». Вот это вот живое воплощение этого принципа. Поздравляю. Наверное, как скажут, да, мешок погоден. Глядя на то, что мотиву дали «Черный пояс», дал мешку Федоту «Черный». Ну, не погоден. Я сейчас лагарда. Александр. Александр, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Саша пришел восхитительным человеком, который отчаянно, яростно и весело боролся с нами, со всеми в Рибейро. Засыпал по 6-7 раз за тренировку. И я смотрел на это, думал, либо дураком станет, либо у него что-то получится. Ну, в общем, судить вам, ну и супруги. АПЛОДИСМЕНТЫ И все, что самое забавное, что я сейчас нахожусь в том самом кимоно, который мне Стас, я встретил Стаса в файтвейре магазине, и тогда у него спросил, говорю, какое мне ги взять? Маленькая реклама. Да-да-да. А он тогда мне посоветовал взять это ги тогда. Ну, по-моему, с тобой так первый раз и познакомились, да? Да-да-да-да. И когда оно у тебя сохранилось? Вот оно. Ну, здесь, видишь, чуть порванное. Да-да-да. Вот. А так это с 2013 года. Нормальная реклама, да? Да-да-да. Ну, кого я хочу поблагодарить? Весь тот основной состав, с кем мы прошли. Мне очень нравится штамм и главное, что мы прошли вместе этот путь. В одной команде. Хорошо? С самого начала. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тренировался и тренировал в другом регионе. Ну, в сильном клубе, ну, признана одной из сильнейших команд в России в стреле. Ну, волей судеб оказался у нас. Человек соревнуется постоянно, человек тренирует взрослых и детей. Безусловно, заслуживает и неоспоримо этого ранга. Ну, а у кого есть сомнения, могут прийти проверить. Вторник, четверг. Добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ Нежданчик. Ребята, всем спасибо. Я просто благодарю Андрея, который мне помогает, Михаила, который мне помогает. Я хожу и к Андрею, и к Михаилу и постоянно черпаю какие-то знания, проверяю свои навыки. А также делюсь другими своими навыками. На моих глазах растут мои ученики. В том числе, как бы, я вижу свое отражение. То есть техники, которые я им даю. В общем, на самом деле, это все пояс поясами, как бы, а человечество, оно никуда не уходит. Как бы, команда и мужская пятая честь. То есть это самое главное. То есть пояса это все хорошо, но на деле лучше доказывать поступками. Всем спасибо. Елена. Уберем вот этот момент. Ага, понятно. Ну, шкальчи есть у них тоже. Значит, сволочь. Гендерное неравенство. Уравняем. Лена Санна занимается борьбой с глубокого детства в джиу-джитсу очень давно. И хочу, кстати, упомянуть, что все, кто сегодня был форматирован. Знаете, как... Как бы выразиться... Откуковали в коричневом поясе, чтобы не возникало у кого-то вопросов от трех до шести. Хочу вам сказать, что, в принципе, норматив IBG, год, никакой неуверенности в каждом из этих людей нет ни на йоту. То есть, когда мы обсуждали возможность промоушена этих ребят с Лусио, нет никаких сделок с совестью, нет никаких компромиссов здесь. Да ладно, ничего не обсуждаем. Кто как? Я даже обещал именем Лагарта Великого и Могучего. Ну, так формула такой произносили. Шутки шутками, но, безусловно, каждый из этих людей заслуживает того ранга, в котором он находится, просто естественным образом дойдя до него, дорастя. Поэтому не исключено, что кто-то из хейтеров найдет способ, ну, кинуть шматок говна там в каждого здесь стоящего вообще глобально. Но, в принципе, на это должно быть всем насрать, потому что вы же занимаетесь не ради этих тряпок. Знаете, хочется упомянуть вот эту фразу, которую приписывают разным мастерам разных эпох, но которую в свое время из нашей, скажем, индустрии озвучил Риксен Грейс, что пояс прикрывает два дюйма вашей жопы, остальное придется прикрывать самому. Поэтому никакие пояса, никакие вот эти смешные лоренцевские хохолочки, они вам ничего не дают более, чем уже у вас есть. Вот и все. А то, что сейчас происходит, вот последний месяц, по поводу чего немножко бурления говна в интернете, так часто вручаются пояса высокого ранга, это просто люди до этого доросли. Люди провели там по 13 лет в единоборстве. Ну, смеетесь, некоторые столько вообще там ни в одном спорте не живут, они заканчивают карьеру за это время. Поэтому джиу-джитсу очень интересный вид спорта, в котором люди настроены на такую, на длительную перспективу, и поэтому и ПСА тут получить не так просто. До них просто надо дорасти, их нельзя получить авансом. Ну, может быть, и можно где-то, но точно не в этом случае. Поэтому здесь все достойные, все, ребята, кого хочется, воспользуясь случаем, поздравить, ребята из других академий, в Стреле был промоушен, был у Лени Готовского промоушен, все, безусловно, чрезвычайно достойные и заслуживающие этого ранга люди. Кто-то, может, не знает их лично, но поверьте, как бы и к соревновательному, и вообще тренировочному опыту, все до единого, каждый человек. Там кто-то начинает, а, там Полина, кто это вообще там, это девака. Ну, вы придите, поборитесь с кем-то из них, придите в Стрелу поборитесь, я думаю, не прогонят. Ну, не знаю, если вы не я, например. Придите к Леоне, никто вам не откажет побороться. Реально эти люди могут вшатать капитально, они борются великолепно. Все до единого, кто получил эти пояса, поэтому сомнений быть не может. Просто наступило время, где сакрализация этой черной тряпки. Люди дорастают до нее, черных поясов будет становиться с каждым годом все больше и больше, и просто все сконцентрируются на борьбе, а не на цвете вот этой вот каких-то отличительных вот этих хреновинных тряпочек и так далее. Безосновательное обвинение 22, что мы российский клуб, я вообще не понимаю. У нас все черные, только правые. Правда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лёша принёс кнут, я знаю, да? Кто-то цепи от мотоцикла потащил из байклуба. Ну, мы сейчас как бы решим всё. Окей, те, кто были промотированы, собираются вот здесь. Мне хочется собирать хлопок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо! Ой, хорошо! Ну вот! Скажи, какой последний болевой тебе сделали, от которого ты тормал? Так... На лук стрелы. Именно как болевой. Никак, нет, именно как болевой. Когда тебе голову отрывают. Именно так. Удушение там не работает. А удушающий тебе когда последний раз делали? И какой? Другой. Не, ну все здесь же, все здесь. Здесь парни такие, что не заболуешь, чуть-чуть расслабиться и все. Понятно. Поэтому ты всегда напряжен. Да? Я не привык расправляться. Я пошел! Спасибо! 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 Анастасия, как вам сегодняшний денек? Очень праздничный. В отличие от всей Москвы, здесь разогнали облака, было празднично и банкет. Спасибо! Уж? я не пил спасибо ну давай горько то дела ну не пьянство ради а здоровье для как там кто-то говорил там маеда да что джидо стоит заниматься тут ради того чтобы после тренировки выпить пиво я согласен пиво после тренировки не сравнится с пиво после бани еще чего согласись после тренировки ну самое вкусное приятно поговорить со знающим человеком спасибо все покажем и не нет тебе можно пить расскажем маме ну финальная фраза я очень рад что несмотря на то что все это делается от имени нашего хэд инструктора академии лусила картера дригеса я рад что я приложил лапку к десакрализации черного пояса в россии неизбежно этот колосс на глинных ногах должен рухнуть когда-нибудь и люди должны абстрагируясь от этой фигни просто обращать внимание на сам процесс борьбы на тренировочный процесс а не на то какая тряпочка кому прилеплена вот и все и вот этот процесс пошел неизбежно так это и будет и не будет на мой взгляд вот это будет снижаться потребность стремление к поясу лечкам вот и вот сегодня это был один еще маленький шаг для человечества но огромный скачок для бурундука слушай но я тоже где-то такое слышал эти слухи вполне оправданы я думаю что такое может произойти бжж фрикс это netflix от бжж в россии